Что общего у человека и ящерицы? Нет-нет, этот ролик будет не о рептилоидах, но кое-что общее с рептилиями у нас все-таки есть. Не так давно ученые сделали сенсационное открытие. Оказывается, в человеческом организме восстановить можно практически все. И не с помощью дорогостоящей операции по пересадке всего, что можно пересадить, а исключительно за счет внутренних резервов организма. Скептики, возможно, скажут, что мы пересмотрели канал РЕН-ТВ или являемся его филиалом, но тем не менее фактов, которые ученые игнорируют, скопилось огромное множество. И в этом видео мы вам расскажем не только о фактах регенерации зубов, но и о пяти разных способах, как этого добиться. Так что устраивайтесь поудобнее, заваривайте Иван-чай, посылайте благодарность во Вселенную, ставьте палец вверх, если тема вам нравится, и приятного просмотра! Осознание Рекордсмен по регенерации печень, а селезенка может вернуть все свои функции, если даже была почти полностью разрушена. Люди отращивают себе даже фаланги пальцев, и наука, скрипя сердце, начинает потихоньку это признавать. Но вот в чем ученые уверены на все сто, так это в том, что выпавшие коренные зубы уж точно невозможно вернуть назад. Оказывается, можно. У Марьи Андреевны Цеповаловой, проживающей в Сочи, в сто лет внезапно начали расти новые зубы. Бабушка считает, что новые зубы у нее начали расти благодаря здоровому образу жизни. У Дарьи Андреевны из Чебоксар зубы прорезались в 94 года, а у Марьи Васильевны ищела Чувашская дрожжаная республики Татарстан в 104 года. Или скажите, что бабушка решила так хайпануть? Официально зафиксировано еще четыре случая позднего прорезывания зубов, причем два из них в России. Но вообще-то стоматологи не торопятся признавать этот факт. Они считают, что это вовсе не новые зубы, а хорошо сохранившиеся старые или всего лишь костные наросты. Так у петербуржца Эдуарда Гебеля на 81 году выросло целых два зуба. Он, конечно, сразу пошел к стоматологу, и тот не нашел ничего лучше, чем тут же удалить один из зубов. Второй не успел. 81-летний пациент просто сбежал от горя стоматолога. Геронтологи разводят руками, говорят, что такого не может быть, и исследовать этот случай категорически отказываются. И лишь некоторые ученые допускают, что у всех этих людей по неизвестным причинам запустились процессы омоложения организма. Благодаря всем этим фактам башкирские стоматологи, проведя исследование мирового значения, пришли к выводу – человеческий организм рассчитан более чем на 100 лет. Но по какой причине у людей преклонного возраста вдруг начинают расти зубы? А может, это естественное свойство нашего организма? Напишите ваше мнение в комментарии под видео. Ведь известно же, что йоги время от времени проводят 40-дневное голодание и целый ряд медитативных практик, после чего у них полностью обновляются все зубы, а кожа, мышцы, суставы и костный скелет заметно омолаживаются, не говоря о внутренних органах. Сегодня в интернете можно найти множество описаний, каким образом человек может вернуть себе утраченные зубы. Вот у слонов зубы сменяются до шести раз за жизнь. Представляете, какая красота? Не нужны никакие пломбы. Кстати, почему нам в этом плане далеко не так просто – непонятно. Если знаете, то поделитесь. Правда, есть и негативная сторона. Оказывается, природой у слонов заложено определенное количество ткани на выращивание новых зубов. Как только запас заканчивается, слон умирает. Человеку такое, к счастью, не грозит. В целом, суть всех методов сводится к тому, что нужно создать устойчивую мыслеформу нового зуба и обеспечить себя достаточным количеством питательных веществ. Но получается далеко не у всех, потому что в каждом методе есть нюансы. Представляем вам пять способов выращивания зубов, которые работают. Метод Михаила Столбова. Михаил Столбов, автор книги «Как я вырастил новые зубы», описал в ней практику выращивания достаточно большого количества зубов. В общем, метод интуитивно понятен. Нужно не только визуализировать новый зуб, но и воспроизвести ощущения, которыми сопровождается прорезывание зуба, зуд в деснах, возникновение легкой припухлости, а затем бугорка, ощущение, как молочные зубы выталкиваются коренными. Важна и последовательность регенерации. Лучше всего выращивать зубы в той последовательности, как это делает сама природа, с нижних резцов. Работа эта кропотливая, ведь над выращиванием новых зубов надо трудиться практически постоянно. Метод Аркадия Петрова. Аркадий Петров предлагает фокусировать внимание на области во рту, в которой будет расти зуб. Тут тоже предлагается следовать за природой, ведь все живое развивается по уже существующей голографической матрице, которую транслирует ДНК. Так и в методике Петрова. Сначала вы должны создать в своем воображении биоэнергетическую голограмму корня нового зуба, а потом уже необходимо мысленно наполнять его стволовыми клетками, взятыми из спинного мозга. Метод академика Нарбекова. Мирзакаим Санакулович Нарбеков специализируется на восстановлении всех систем человеческого организма, включая эндокринную систему внутренние органы слух, зрение. Он уверен, что в нашем организме есть все, чтобы вырастить новые зубы и рекомендует это делать при помощи специальной дыхательной гимнастики, которая должна выполняться утром и системой упражнений. Суть практики Нарбекова по регенерации зубов состоит в активации клеток при помощи дыхательной гимнастики. Заниматься надо не менее месяца. Начинается дыхательная гимнастика с легких вдохов, заканчивается глубоким. Затем упражнения повторяют в обратном порядке, после чего внимание концентрируется на точке, где должен появиться новый зуб. Перед сном мысленно фокусируемся на этой области и представляем, как соединяются клетки, как идет процесс образования костной ткани. Через две недели в этой области появится устойчивое покалывание. Это значит, что все идет правильно. Концентрация на проращивании зуба и его визуализация – необходимая часть метода. Если вы слышали случай, как у людей вырастали зубы, которые, по версии ученых, не должны вырастать, поделитесь в комментариях. Метод Веретенникова. Сергей Веретенников, как и Михаил Столбов, тоже рекомендует выращивать зубы в той же последовательности, в какой они прорезываются у грудничков. На упражнение надо тратить не менее 30 минут в день. А вот образ немного другой. Вы видели, как прорастают в почве семена. Они обладают гигантской силой, способной разрушить даже асфальт. Вот и тут надо представить, что зачатки новых зубов – это семена в благодатной почве, то есть в ваших деснах. Ну а дальше все по столбову. Вызываем силой мысли, ощущение зуда, тепла, набухание мягких тканей. На это уйдет еще 10 минут. Еще 10 минут представляем, как прорезываются нижние резцы. Кроме того, концентрируемся на области межбровья, третий глаз. И повторяем. Мои новые зубы растут, они крепкие и здоровые. Метод Геннадия Шичко. Геннадий Шичко – биолог. Он практикует давно опробированный метод внушения во сне. Дело в том, что во время погружения в сон человек способен скорректировать многие подсознательные установки. А что, если у нас не растут новые зубы только потому, что мы знаем, что это невозможно? Во сне можно скорректировать эту точку зрения. Ну и, конечно, концентрацию на прорастании нового зуба тут тоже никто не отменял. Сегодня наука вплотную подошла к тому, что скоро стоматологи будут выращивать новые зубы, высаживая нам зубные проростки, как семена прямо в челюсти. Перспективным считается и стимулирование роста зубов при помощи стволовых клеток. Скорее всего, в ход пойдут и генная инженерия, и лазерные технологии, и ультразвуковая терапия, и многое другое. Научная группа под руководством доктора МакДубла, штат Техас, США, смогла взять под контроль ген, отвечающий за синтез дентина, основной твердой ткани зуба и эмали. В результате ученые вырастили в пробирке настоящий зуб. Британские исследователи под руководством Пола Шарпа уже работают над созданием точной копии зуба, удаленного на том или ином участке десен. Ученые из Гарварда стимулировали стволовые клетки лазерным лучом низкой мощности. Возможно, полученный клеточный материал сможет стать основой для создания будущих зубов. Но это все искусственное стимулирование процессов, происходящих в организме. Человеку давно пора понять, для чего ему дана сила мысли, сила духа и сила воображения. Он созидатель по своей изначальной природе, и ему в принципе подвластны практически любые изменения, направленные на собственное здоровье и собственную жизнь. Нужно только вспомнить, что мы это умеем. Еще наши предки знали о неразрывной связи физического и духовного здоровья, и что залог успешной духовной практики, в том числе и в состоянии нашего физического тела. Существует множество других средств, помогающих справиться с самыми тяжелыми недугами. Но, как известно, лучшее лечение – это профилактика. Наши предки умели распознавать болезни еще в зародыше, почему и славились во все времена богатырским здоровьем. Хотите научиться вовремя замечать и предупреждать заболевания и взять под контроль свое здоровье? Как раз об этом мы поговорим на открытом мастер-классе профессора, сертифицированного нутрициолога, автора комплексной оздоровительной системы Амарант Дмитрия Сойна? О чем говорят ваши анализы? 9 тревожных сигналов от организма, которые нельзя игнорировать. На мастер-классе вы освоите базовые понятия чтения анализов и получите в пользовании инструмент, который позволит вам контролировать любые отклонения от нормы. Научитесь разбираться в состояниях и сигналах своего организма, разберетесь, как читать анализы самостоятельно, узнаете, как работает наш организм и о чем говорят показатели анализов, что может влиять на их результат, как правильно подготовиться к исследованию, что такое общий анализ крови и как расшифровать скрытые послания нашего организма и многое другое. Участие не требует оплаты. Зарегистрируйтесь сейчас и получите в подарок чек-лист 11 правил успешной подготовки к сдаче анализов. До встречи в эфире! Благодарим вас за то, что досмотрели ролик до конца. Не забывайте поставить палец вверх под видео. Нам важно знать, что вам нравятся наши выпуски. Делитесь роликом с друзьями в соцсетях и мессенджерах. И подпишитесь на наш канал Телеграм, где, помимо прочего, будет множество всяких полезных в текущей ситуации закрытых материалов нашей школы совершенно бесплатно. Сделайте это прямо сейчас. Никто не знает, сколько осталось времени, и попросите сделать это всех знакомых. Наша сила в единении. И да пребудет с вами осознание.